Всех приветствую! Сборка 8254, полностью новый игровой системный блок, собранный в корпусе Cougar Gemini M, в данном случае серый у нас вставки, Gemini это близнецы, вот две такие стойки. Вот эта вот передняя панелька, она, кстати, не полностью глухая, здесь идет перфорация, то есть воздух заходит помимо того, что снизу, здесь снизу есть отверстие, еще и спереди, так что можно даже ставить вентиляторы на вдох, тут два вентилятора 120 мм помещаются, и продув у нас будет хороший, причем корпус довольно-таки широкий, есть разъемы SB3020, и вот эта панелька, она ARGB-шная, то есть можно ее как угодно переключить, отключить режим работы, и светиться не будет. Но очень симпатичные корпуса, одни из самых популярных в свое время. Сейчас тоже их привожу, не так часто, но вот если выбирать прям симпатичный корпус формата Micro-ATX в черном исполнении, один из, наверное, лучших экземпляров. Сбоку закаленное стекло, прикрыто металлом со всем сторон, как в пазы вставляется стекляшка, стекляшка с тонировкой, и очень-очень толстая и тяжелая. Собрали мы системный блок, по принципу засунуть надо RTX 360 на 12, та видеокарта, с которой начинается по большому счету 2К гейминг, в ту конфигурацию, при котором видеокарта у нас нисколько не будет ограничена производительностью, ну и чтобы был какой-то апгрейд возможный, хотя, что здесь можно еще апгрейдить? Можно памяти добавить, да, наверное, жесткий диск поставить. В остальном большого смысла нет, все, опять же, в играх зависит только от видеокарты, и все. Но, если у вас будет устаревший старый процессор, то в 2К гейминге процессор все-таки требуется помощнее. И в данном случае альтернатива Intel, пожалуйста, AMD Ryzen. И идеально, чтобы Ryzen был поколением Zen 3, самое последнее поколение в М4 сокете Zen 3. Все косяки этих процессоров были устранены, и в данном случае по цене i3-12F вы получаете 6 агер 12 потоков. Все-таки он немножко-то побыстрее, чем i3 от Intel. Перспектива роста, в принципе, такая же. Можно поставить 8-ядерный, какой-нибудь 5700 Ryzen 7, 8 ядер, 16 потоков. Но, скажем так, имея подобный процессор, вряд ли вам производительность нужна будет выше, если нет спецзадач. Все решает видюха. Процессор у нас 6 ядер, 12 потоков. Высокая базовая частота, 3,6 ГГц, до 4,2 он гонится. И вполне себе его достаточно. При том, что процессор холодный. Но, как все Intel современные, как AMD, все-таки требуют установку кулера с тепловыми трубками. Вот в данном случае ID-кулинг недорогой на двух трубках. Без каких-либо проблем справляется. Вентилятор 90 мм с ПВМ. То есть у нас вентилятор вращается по мере нагрева. И, как видно, в стресс-тесте у нас вообще вентилятор особо и не шумит. Значит, процессор не греется. Zen 3 поколение имеет шину PCI-Express 4.0. И, чтобы эта шина работала, нужна еще и материнская плата на 5-й серии чипсет. Вот А520 плата, либо Б550, либо ИКСО-вый чипсет. А520MAPRO от MSI спокойно будет работать с этими процессорами. Количество воспитания будет такое обычное, как у бюджетных Б550-х. Ограничение только что 2 слота оперативки, а в Б550-х чипсетах 4 слота чаще всего. Вот, собственно, и все. Два модуля по 8 ГБ на 3200 МГц. Это частота памяти, которая по умолчанию на поколении Zen 3 работает. Фирма ADATA работает в двухканале. И на этой плате есть разъем Ultra M.2. Также доступна шина PCI-Express 4, но для него... А здесь у нас стоит ADATA XPG 6000 Lite на 512 ГБ. Недорогой ВМЕ-накопитель. А брендовый, у которого есть еще собственный радиатор, который сохраняет, наверное, побольше жизни. Потому что греются эти накопители. Их надо охлаждать. В идеале, когда есть какая-нибудь металлическая пластинка. Блок питания с запасом на 700 Вт. Чифтек iArena. Хватит и на более мощную видеокарту 700 Вт с сертификатом 80+. Стандарт и видеокарт RTX 3060 на 12. 3060 бывает на 8 на 12. Если бы дело было только в памяти, как у 4060 Ti 8 и 16, то можно было выбирать 8-гиговую версию. Ни в чем бы вы особо не уменьшали производительность. Но в данном случае 3060 на 8, 128-битная видеокарта. Больше того, она чуть ли не слабее, чем полноценный RTX 2060. Даже не супер. 3060 на 12 это 192 бита. И важно 3060 покупая, брать именно 12-гиговую версию. Она не сильно-сильно мощнее. Тест-3D Mark у нас прошел. Набирает ровно столько, сколько нужно. Это нормальный, комфортный 2K Gaming. Видеокарта обладает тепловыми трубками. Абсолютно бесшумная. Два вентилятора с функцией FunStop. Вот эти вот такие штучки у корпуса интересные. Это для крепления. SSD накопитель, если надо. Вот так вот одной рукой. Не могу я аккуратненько снять. В общем, они снимаются и можно переставлять сюда, либо вовсе убирать. Но в данном случае воздуха здесь будет предостаточно. В общем, недорогой системник за 62 тысячи рублей. С 3060 на 12 с возможностью апгрейда. Ну, просто вкусные ценники. Вкусные ценники на видеокарту. Самая популярная на сегодня видюха в продаже. Обладает 12-ю гигами. И хорошей производительностью. Продолжение следует...